нас 4 миллиона нас 4 миллиона вас о я тоже в зал хожу вас уже 4 миллиона это четверка если что просто просто я безумно рада тому что мой канал теперь хорватия если смотреть на количество населения я безмерно вам благодарна и бесконечно сильно вас люблю и бесконечно сильно рада что дожила до этого момента потому что причин не дожить было предостаточно например сегодня чуть не умерла от негодования когда решила посмотреть видео других блогеров о покупках из японии во-первых я снова мысленно очутилась в этой сказочной стране а во-вторых посмотрев на то что купили другие блогеры в японии я поняла как же много мы не нашли и не купили там и разревелась а потом подумала а какого хрена потому что я же уже даже забыла что привезла с собой из японии в этих пакетах в которые я уже не заглядывала целый месяц как только вернулась из японии я больше туда не смотрела только с закрытыми глазами доставала некоторую еду короче я не поняла какого хрена я плачу потому что все мои покупки лежат в этих пакетах которые дожидались этого видео потому что сегодня мы их с вами вместе распакуем а я заново вспомню что же я накупила вдруг там тоже есть что-то крутое как у блогеров чьи видео заставили меня рыдать и начнем мы пожалуй с того что я помню и ношу теперь практически каждый день для начала правильнее было бы предупредить вас о том что в японии дорого жить и чтобы там жить долететь туда тоже очень дорого и одежда там дешевле ходить голыми но смысле намного дешевле очень дешевле там пипец какая дорогая одежда это первая достаточно сильно разорившая меня весь когда я увидела эту кофту я во-первых не имела представления о том сколько она может стоить и точно не думала о том что она может стоить столько но она была фиолетовая и сейчас как можно заметить она осталась фиолетовый поэтому я ее взяла я только сейчас заметил что здесь есть русское слово сила я только сейчас увидел ну чё типа мне мерещится я же в россии может быть поэтому а нет это из японии с русским словом здесь написано очень много всего непонятного я ничего из этого не переводила надеюсь что здесь нет да мне насрать в принципе все серьезно написано там про говно да зашибись я вещи ношу я ее ношу практически каждый день и оказывается я нашу кофту с надписью про дерьмо класс all hell здесь написано про ад про говно ну поняли да то что я люблю следующая вещь я когда ее купила я думала что в принципе это последняя вещь которую я купила потому что она очень дорогая непонятно почему и непонятно почему я ее купила да но вот я до сих пор не могу понять что произошло вот эта кофта она еще кстати очень короткая то есть ней даже очень мало ткани она стоила 9000 рублей меня в не зацепили вот эти ремешки которые уже анти трендом являются да лёша ну так короче понятно спасибо очень меня не зацепили теперь они зацепляют вообще все к чему я притронусь даже не притронусь просто вот так рукой махну они там вот так вот сделают все все на цепь всех ударят и мне очень стыдно каждый раз да ладно вру не стыдно я уже а еще меня зацепила надпись агрессив скул я не знаю чем почему зачем это типа круто по рэперски и тут еще ребенок без зубы или это не ребенок я когда увидела вот эти зубы которых нет я подумала наверное у меня тоже скоро так случится потому что я ем сладкое потому что мои зубы очень плохие а потом случилось ужасное потому что когда я об этом думала я смеялась внутри себя над этим а буквально три недели назад я ела хинкали не рукой а вилкой и мне было так вкусно что я откусила хинкали ну и практически откусила зубок вилки своим зубком и он треснул передней болит до сих пор к врачу не сходила жду пока станет вот так же еще капюшон большой это мне тоже очень понравилось вот эта вещь очень странная из очень странного магазина с очень странными консультантами изначально люди в японии показались мне максимально уважающими собственные и чужие границы которые не будут тебе приставать и не потерпят твоих приставаний к ним но консультанты из этого магазина заставили меня сломаться и мой мозг я выбрала вот эту самую безобидную из этого магазина кофту и самую фиолетовую конечно и попыталась ее взять чтобы отнести в примерочную и примерить ее но у меня не получилось консультанты этого магазина супер сильно начал втюхивать мне все штаны из этого магазина предложил даже шубу черного цвета а потом кофты с гробом и пентаграммой я предупреждал что магазин странный вы представить себе не можете как я стрессанула в этом магазине и как же мне блин все-таки помогли мои какие-никакие знания английского я всеми правдами и неправдами отбивалась от этого консультанта и пыталась ему объяснить как могу что мне не совсем подходят кофты с гробами и пентаграммами и котами у которых пустые глазницы мне не очень это подходит я конечно очень люблю котиков но я больше люблю живых котиков на одежде короче я очень благодарна интернет-школе английского языка skyeng потому что если бы не мои занятия я бы из вежливости и страха что меня сейчас убьют купила бы все что мне очень сильно пытались продать и даже штаны с шипами и я кстати до сих пор продолжаю свои занятия в skyeng да не регулярно и не постоянно но занимаюсь и я так вдохновилась поездкой в японию и тем что я говорила там на английском что когда вернулась домой решила попробовать позаниматься английским с носителем английского и поначалу мне было очень дискомфортно воспринимать речь ну потому что типа знаете вот вы вроде вопрос поняли и даже практически знаете что на него ответить но молчите как собака знакомо да такое чувство я надеюсь не ну не я одна чувствую себя собакой в такие моменты дайдон тлайк в общем ситуации в которых я ощущала себя грустной псиной было немало но в таких ситуациях преподавательница мне помогает а еще мы на уроках японию обсуждали потому что когда я рассказала преподавательницы как я провела свои holidays она сама предложила мне поговорить о японии но в skyeng вообще круто вы можете сами выбирать тему урока и вообще ну блин прикольно ну в общем мы поняли да не совсем все у меня гладко но я все равно очень стараюсь и это все равно для меня новый уровень а еще у нас с skyeng для вас конкурс вы можете получить бесплатный урок про японию с носителем япония с с посетителям английского языка. Что для этого нужно? Зарегистрироваться по ссылке в описании и пройти первый бесплатный урок в течение двух недель. А дальше команда Skyeng рандомно выберет среди вас пятерых, кому достанется такой же урок про Японию, который был у меня. И ждите писем на электронную почту, чтобы узнать, кто выиграл, а кто нет. И это, в принципе, все, что нужно сделать. А, и сроки и подробности по ссылке в описании. И еще, не забывайте, что у меня всегда для вас есть промокод на два бесплатных урока в школе для тех, кто сразу надумает купить курс. И, кстати, эта кофта до сих пор пахнет моим потом японским. Потому что, как только мы ее купили, я сразу надела ее. Сразу вспотела в ней, потому что было очень жарко в Японии. Мы боимся ее стирать, потому что боимся, что либо сломается стиральная машинка, либо кофта, потому что у нее здесь она вся вот в пирсинге. Ну, собственно, поэтому я пока что ее даже и не ношу в Москве. Она вонючая. Я боюсь ее стирать даже вручную, потому что, если не сломается ни кофта, ни машинка, то вот эти кольца могут заржаветь. И, скорее всего, они это сделают. И я не знаю, что с этим как быть. Ну, так, чисто кофта на один раз тоже дохера стоила. И последняя вещь. Последняя, потому что мне бы просто уже больше не хватило бы ни на какую вещь в Японии. Я вообще не рассчитывала на такие траты. Как и не рассчитывала на то, что я найду когда-нибудь вообще в своей жизни такую охрененную куртку. Она просто обосрешься, какая крутая. И она корейская. Да. Это так тупо. Вообще, одна из моих мечт это найти хорошую, красивую куртку. Вот это первый раз в жизни, когда я нашла идеальную куртку. Идеальную куртку. Если она порвется, я сошью ее заново. Но я не знаю, надо говорить, почему она мне понравилась или не надо говорить. Могу показать. Дело в том, что я из Японии не только сувениры привезла и одежду, но и помешательство на фиолетовом цвете снова. А у меня когда-то такое уже было на волосах. Теперь у меня это везде. Сейчас я даже покажу, где еще. Штанишки. Их я купила, когда уже домой вернулась. Кофточка мохнаточка. Аналогичная ситуация со штанишками. Тоже дома купила уже. Футболочка. Было что-то еще, но я забыла. Но я думаю, так достаточно убедительно получилось. Я просто не могу утаить от вас ее стоимость. Просто чтобы вы понимали, что если вы захотите полететь в Японию, не сильно рассчитывайте на то, что вы купите много одежды там. Это жопа. 20 тысяч рублей. Самая дорогая куртка из всех, что у меня была. Самая дорогая. Леша меня уже потом начал успокаивать, когда я ее купила и впала в апатию. Мне было очень сложно эмоционально. Леша сказал, так это же круто. Потому что это не одна куртка за 20 тысяч рублей. Это две куртки за две... Ой. 20. Что? Две куртки за 10. Ой, точно! Точно! Да, и помимо музыкальных предметов, в школе еще пропускал математику. Я не пропускала математику. Начнем с того. А продолжим тем, что у меня были репетиторы 4 года по математике. А закончим тем, что математика мне не дана от природы. И я сдала на 10 баллов ОГЭ. Понятно? По математике. Это двойка в переводе на русскую систему исчисления. Зато по-русскому у меня пятерка. По-английскому, возможно, уже была бы тоже. Понятно? I don't like... Ну, короче, да, Леша прав. Действительно, по 10 тысяч за каждую куртку. Она двухсторонняя. Но, предположим, вы ее испачкали. Ладно, я. И вы просто... Я просто выворачиваю ее. И ношу чистой стороной. Все. И прежде чем мы приступим к самому забытому и самому интересному... Ты пытаешься новый пакет наколдовать? Бунч-пунч, да, чтобы новый пакет появлялся. Я бы... Чтобы больше было покупок. Я типа на ладошке держу. Не получилось. Ни пакет, ни на ладошке. Ничего. Сразу предупрежу вас о том, что мы пытались увезти всю Японию из Японии домой, в Москву. Мы пытались купить и найти абсолютно все. И нашли и купили даже. Маленький, красивый и дешевый чемодан. Потому что два наших огромных с Лешей, которые мы брали совершенно пустыми, чтобы сложить туда все покупки, нам не хватило. Но я даже рада, потому что вот этот стоит 2,5 тысячи. Он качественный, крутой и все. У него очень классный фон внутри. Ну, помнишь? Как будто ночнушка бабушки моей какой-нибудь. Да здрасте! Ты че, блин? Это как платье. Цветочка. Мы данной ночнушку похожи, правда. Ну, ночнушка, я говорю, ночнушка. Это зрелая женщина. Я 60-70. Ну, так это замечательно. Ну, да. Если до такого возраста дожить, нам бы... Из этого ночнушку тебе сделаем. Начну с прозрачного пакета, потому что он самый заманчивый. И тут есть даже уже дырка. Ой, теперь она еще больше. Ты знаешь, когда ты не хотела ночью болиться, что берешь из пакета еду, ты просто сделала снизу дырку, чтобы вся еда вываливалась, а ты ее без поля убрала. Есть доля правды в твоем предположении. Да, здесь еда. Именно поэтому мы начали с этого пакета. Здесь у меня киткат с каким-то странным пирогом. Пахнет очень вкусно. На вкус тоже было очень вкусно. Я уже попробовала и не раз, и не два, и не три. Фиоретовый. Это судьба, да? Это просто намеки на то, что не надо есть. Потому что зубы будут вот такие, как на толстовке. Ну ты чего отбиваешься? Надо было ловить ртом. Я не отбивался, я хотел ловить. Надо было ловить ухом. Это киткат с чаем. Черным. Он был закрыт? Да. Да ладно тебе. Я давно открыл, уже давно поел. Я знаю, я помню. Когда ты помнишь? Когда ты говорила, что не будешь есть сладкое, и потом шуршала в пакетах и ела сладкое. О, вот оно. Вот оно вот это. Хулитол. Одна открытая почему-то. Интересно. Это самая вкусная жвачка в моей жизни. Я, наверное, даже разыграю среди вас одну. Ну, не только ее. Я сейчас еще что-нибудь соберу. Там, короче, в конце конкурс будет, я подозреваю. Потому что, ну, только ради этой жвачки. Она офигенная. Она со вкусом персика. Это самый вкусный вкус персика, который я когда-либо пробовала за всю свою жизнь. А дальше мое самое. Это вообще. Я сейчас буду плакать. Ой, сейчас я проглочу слезы глазами. Это моя молодость и мое детство. Это. А, все. Ты че? Не жду. Когда ты что-то одно и одно и одно и деда. Это bubble tea или boba tea. Мне насрать, как это правильно называется. Это очень вкусно. Это чай. Молочный чай. И там вот такие вот шарики, перемешанные с сахаром. Сваренные в сахарном сиропе. Короче, это просто пипец, как вкусно. Это... Ох... Раньше они продавались в Москве. Это очень дорого стоило. Это было офигеть, как вкусно. А я настолько люблю этот чай, что, чтобы было понятнее, насколько сильно я его люблю, мама как-то раз на какой-то праздник, чтобы меня поздравить, сгоняла в центр Москвы. Купила мне три, по-моему, больших этих чая с тапиокой. Я настолько была счастлива, что у меня есть этот подарок, что я сфотографировала этот чай и выложила в Инстаграм. Потом, когда это все закрыли в Москве, я очень расстроилась. Уже успела про этот чай забыть и смириться, что никогда его больше не попробую. А потом прилетела в Японию. А в Японии этого чая хоть жопой жуй. Я в магазине купила столько этого чая, сколько смогла унести. И он в сухом варианте, как дошек, в пакетиках. Тут нужно все перемешать, залить водой. Инструкция на японском, ни хрена не понятно. Да даже если бы была на русском, все равно не поняла бы. И я еще не пробовала его заваривать. Наверное, сейчас попробую. А зачем мне столько порошка в мой организм? Шарики тапиоки здесь очень странные на вкус, как будто какая-то дохлая гусеница. Очень постно, очень вяло. Они более упругие, более сладкие, более вкусные вообще везде, кроме этого чая. Но на самом деле чай такой же, как его делают в Японии. Только тапиока говно почему-то. И когда я говорила, что в Японии боба-ти можно жевать жопой, настолько его много там. Я имела в виду, что его там очень много во всех вариациях. Это мармеладки в виде тапиоки, со вкусом этих шариков, которые плавают в чае. И еще, когда я говорила, что в Японии очень много боба-ти, я имела в виду еще и такое. Это брелок, который я достала из автомата. Эти автоматы по всей Японии расположены. Это все очень дешево и очень круто, потому что там водится, а внутри плавают тапиоки. И это самый лучший брелок, который можно себе представить. Поэтому я его нигде не ношу, только в сумочке. Не на, а в. Чтобы не оторвали. Этот пакет из Сан Рио. Короче, из замка огромного, в котором все с тематикой Hello Kitty. И тут у меня, я не помню что. Вообще не помню что. Пипец, у меня красивых пакетов теперь. Жопой жевать можно. Я не помню, как я это покупала. Короче, вообще в Японии очень все странно. В плане, все говорят, что там очень много работают. Люди, которые живут в Японии. Но торговые центры там работают до 8 часов вечера. С 10 или с 11 утра. А вот этот вот замок с Hello Kitty, с аттракционами. Он вообще работал до 4 часов дня. Ну то есть по времени там работает все очень мало. А приехали мы в этот центр за час до закрытия где-то. Может меньше даже. И в общем я там бегала как в жопу ужаленная. Чтобы хоть что-нибудь найти и привезти это с собой сюда. И это заколки. Это заколки для волос. К слову, я вообще никогда вообще в жизни заколки для волос не носила. Крутая покупка. Очень нужная. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Я маникюр только вчера сделала. Я поцарапала. Блин, крепкая заколка, кстати. Не Алиэкспресс. Даже не скрипит. И кусается больно. Самая нужная покупка на свете. Я даже, чтобы вы понимали, не знаю, что это за персонаж. Мне Катя Клэп попыталась объяснить, что типа это злая Hello Kitty, есть добрая Hello Kitty. А есть... Я же говорила, я бьюсь этими штуками обо всё. А есть вот такая вот Hello Kitty недобрая. И я зачем-то купила ободок злой Hello Kitty. Я бьюсь этими штуками обо всё. Ты очень злая. Это комплимент? Да. Спасибо. Это носки. Я не уверена, что они мне как раз. Но зато я уверена в том, что это самые красивые носки в моей жизни. Мне, видимо, так понравилось, что я купила две пары. Ой, а что это? Пластыри? Пластыри. Я вообще не помню, как я это купила. Я помню, как ты это покупала. Как? Ты брала всё милое и всё. Ну, это какие-то, наверное, очень милые пластыри. Не знаю. В любом случае, я не буду их использовать никогда, потому что мне будет очень жалко. Зачем использовать такие красивые пластыри? Я купила до хрена просто брелков, причём одинаковых. Будто я их брала, чтобы кому-то подарить из друзей, типа. У меня нет столько друзей, сколько у меня здесь брелков. У меня даже родственников столько нет. О! Всё-таки доля практичности и мозга во мне есть. Кусачки, да? Да. Это кусачки, чтобы ногти кусать на ногах. Буду стричь свои ногти ножные кусачками с Hello Kitty из Японии. Просто знайте об этом. Ну, какие красивые пакеты! Тут кошка! И что-то открытое самое главное торчит из пакета. Там, по-любому, это пакет с едой какой-то. А? Что это? Это жевательные конфетки. Ого. Это просто самые лучшие жевательные конфеты на свете. Они есть только в Японии такие. И я их сожрала почти все. Вообще-то они выглядят покрасивше обычно, но неважно. Они в любом случае очень вкусные и очень-очень долго жуются и прилипают к зубам. Короче, всё, что я люблю. И поел, и попил слюни ещё. Прям кайф! Ооо, наконец-то! Я уже забыла про это, как и про всё остальное, что у меня было. Это чехол на мой телефон. Точнее, не так. Это чехол возвращения в моё детство. Когда-то у меня был телефон-слайдер, который вот так раздвигается, которых сейчас вообще уже не продают, не делают, мне кажется. И это была коллаборация Sony Ericsson с Hello Kitty, насколько я помню и понимаю. Потому что мой телефон весь был в Hello Kitty. И это были не наклейки, это он таким и продавался. И это была моя мечта, которую исполнила моя мама. И подарила мне этот телефон. И я расцарапала его весь на второй же день, когда надела ролики, пошла кататься с этим телефоном, упала. Телефон был у меня в руках, оказался на асфальте. Я, ну, короче, на него тоже упала и проехалась по асфальту, коленками и телефоном. Мама ругалась потом. И телефон был некрасивый. Зато теперь у меня есть чехол с Hello Kitty. Буду вспоминать и радоваться. Ну, просто красотища! Я не знаю, зачем я это купила, но это имитация шарика снежного. Только без жидкости, и если его разобьёшь, ничего страшного. Только плакать будешь, потому что из Японии всё-таки. И я даже купила два этих брелка, потому что, ну, потому что здесь Hello Kitty. Это трогательная штучка. Это тоже два брелка, но это не обычные брелки, а брелки, в которые нужно вставлять фотографию какого-то человека, который вам очень дорог, и вы хотите видеть его лицо всегда. Ну, или когда открываете дверь дома, типа на ключ повесите. И я купила два брелка, чтобы один подарить маме, а второй себе. Ну, я бы Лёше, конечно, подарила этот брелок, но ему не нравится такая история. И он вообще не понял, зачем я их купила. А вот это не поняла уже я, и не поймёте сейчас все вы. Это два кролика, вот таких, очень качественно выполненных, кстати, которые стоят... Они вроде играют в чехарду. Брелок. Ну, вы ничего не подумайте, это просто достаточно популярный, насколько я поняла, бренд японский. И эти кролики были в разных цветах, но мне достался самый крутой золотой. Вообще, хотела фиолетовый, если честно. Ну, зато это хороший наглядный пример для того, чтобы понять, что в Японии есть вообще всё. Даже то, чего, казалось бы, вообще не существует. Ну, то есть, как бы, где такое вообще? Ну, как? В природе. А это тоже из Санрио Пурлэнд каким-то образом оказалось вообще. Тут не Хэллоу Китти, тут Гудатама. Это антисептик. И я опять не помню, как и зачем это у меня оказалось. Наверное, мне было интересно, с каким ароматом может быть антисептик, если здесь яичница. Оооо, а пахнет-то туалетным освежителем, да? С ароматом морского бриза, ну, голубенькая такая есть. Вот этот освежитель, у меня просто такое много было часто. Пахло точно так же в туалете потом. Особенно я ещё, знаешь, как любил делать? Вот эта помпа, ну, которая, да, нажимаешь и распыляется. Я любила пальчик ставить на дырочку, из которой распыление идёт. Жать на помпу, у меня всё тут пенилось, короче. Палец онемел, а потом нюхать. Ты так делал? Нет. В смысле, как? Я так не делал. Ты серьёзно сейчас? Да. Ты не пшикал себе освежителем на палец? Нет. Ой. А я думала, так много кто делал. Просто палец прям немеет. Думаю, ты одна такая. Ой. Это куплено не в центре с Hello Kitty, это просто в этом пакете всё оказалось. Видимо, Лёша всё свалил туда в одну кучу. Это вообще щётка, но не зубная, а для языка. Язык чистить. И рвотный рефлекс испытывать каждый раз. Но зато потом ничем не воняет изо рта какое-то время. Достаточно продолжительное, потому что запах изо... Ну, в принципе, зачем я это рассказываю, не знаю. Ну, типа я умная, давайте представим. Воняет у нас изо рта, чаще всего из-за того, что у нас язык не чищен. А если чистить его обычной зубной щёткой, то можно проблеваться, во-первых. Во-вторых, она не очень хорошо справляется с этой задачей. Всё. Да, слава богу. Это, пожалуй, самая взрослая покупка из всех покупок в Японии. Это протыкивалка сосисок. Эти штуки протыкивают сосиски. И на сосисках потом морды Hello Kitty. Это охренеть. Оп. Ай, красота какая. Кто такое придумал? Зачем? Я не знаю, но это обалденно. Ой, вот это очень дорогая фигня. Но я не смогла пройти мимо, потому что это зеркальце, наверное. Я уже не помню. Это же зеркальце. Это очень красивое. Да что ж такое? Как? Нет, это не зеркальце. Это эти, что ли? Бумажки куда записывать чё-то? Я была уверена, что это зеркальце. Это же выглядит как зеркальце, да? Да. Просто я коллекционирую зеркала. Я, когда куда-то езжу, я покупаю зеркала. Вот такие вот. И я думала, что я пополнила свою коллекцию зеркалов. Зеркалец? А нихрена! Это какие-то стикеры. Да я даже... Я уже писать разучилась. Зачем мне стикеры? Зато у меня есть жезл. Этот жезл очень популярная вещь, как я понимаю, в Японии. Он должен был загореться. Не вышло почему-то. Прикольно, Лёша! Ёкарный бабай, вообще прикол. Нахрен это мне надо? Я не знаю, но мне очень нравится. Короче, эти жезлы продаются во всех супермаркетах и вообще маленьких забегалочках, где продаются продукты. Балдёж! О! Ещё один признак отсутствия у меня мозга. Это куколка Лоу. Не знаю, сомневался ли кто-нибудь из вас в том, что я её куплю. Вру. Знаю, что никто не сомневался. Ну и, в общем-то, я купила. Купила потому, что я увидела этот шарик. Он был последним в огромном магазине с игрушками. Он был единственным. Вот из этой коллекции. Которой на тот момент в Москве нигде не было. Сейчас эти сраные куколки с этой коллекции повсюду. Но у меня она точно из Японии, потому что здесь написано по-японски. Надеюсь, она красивая. Здесь какая-то подсказка. И на этой подсказке нарисована девочка с фиолетовыми волосами. Так волнуюсь. Да! Да! У неё фиолетовые волосы! Ой, что это? О! Класс! Это просто кёрлер для ресниц. Ой! Ой! А как им пользоваться-то? Это, короче, завивать ресницы. Но мы не можем разобраться, как этим пользоваться. Я уже второй раз её чуть не разбила. О! Зато вот этим я знаю, как пользоваться. Это ручка. Ручка, а из неё говно вылезает. О, боже! Я про это забыла тоже! Это ещё один брелочек с Боба Ти. Только здесь уже прям конкретная водица. Выглядит круто. По-настоящему. Вообще балдёж. О! Гигиенички Невея с персиком. Их 5 штук. Это было дорого. Они продавались ещё поштучно, но я решила взять сразу 5, потому что Катя Клэп в своём видео когда-то давно сказала, что это лучшая гигиеничка в её жизни. Очень вкусно пахнет, хорошо увлажняет, и я очень сильно поверила этому и купила 5 штук сразу. Оно уже пахнет персиком пометой. Ой, как куколка Лола открывается. Да, пахнет чупа-чупсом прям персиковым. Такого нет, кстати. Абрикосовым. Дай помажу. Так у тебя там помада. Дай помажу. А, цвет не даёт. Ну и отлично. Ой, как вкусно пахнет. Прям сливочным чупа-чупсом с абрикосом. Чупа-чупс с абрикосом. Да. На вкус тоже? Да. И, наверное, самое крутое, что только можно было найти в Японии, это анигири. Если вы не пробовали, зря. Но это не просто анигири. Ну, они бы уже протухли просто. Это коробочка с кольцом внутри. Вот это кольцо с лососём, а вот это кольцо. Я бы хотела, чтобы мне с таким вот сделали предложение. Это икра красная. Ну, это просто красотища! Иногда вот так хочется, да? Чтобы перед тобой встали на колено одно. И вот так. Буш есть? Спросили. И ты такая, Бул! Шёл пятый час съёмок, и мы подошли к самому красивому, по мнению Лёши, пакету, и к самому последнему. Там всё из покемон-центра? Нет. Да ну. Да. Вообще этот пакет с покемонами из покемон-центра, самого большого в Токио. Причём я покемонов никогда не смотрела, никогда не любила, ну, не фанатела, в отличие от Лёши, например. Да. Но до хрена всего себе взяла там почему-то. Ну вот это вот, конечно, нет. Это Лёшины носочки. Да. С покеболом. И с Пикачу. И с Пикачу даже. Покупочки 22-летнего, почти 23-летнего мужика. Но у меня есть жезл. Следующая покупка Лёши. Вот такая игрушка. Это покемон, суперспособность которого очень много есть. Сноурлакс. Чё? Сноурлакс. Ага. Очень много есть и постоянно спать. Я подозреваю, что Лёша его выбрал, потому что это очень похоже на меня. Ну и, видимо, я угадала. Ой, моя игрушечка. Она не из покемон-центра, кстати. Да, она из Хэллоу-китти-центра. Я не знаю, какого фига она в этом пакете. Это как раз злая Хэллоу-китти. Если снять вот её капюшон, о боже мой, то как бы сразу становится понятно, чья это дочь. Господи, мне 20 лет. Я чем занимаюсь вообще сейчас? Ой! Ой! О! Даже не знаешь, чего начать. Очевидно же, с трусов. Это трусишки. И даже не мои. Это Лёша. Так, кстати. Но подозрение мое есть, что это женские, потому что написано Girlie Collection, то бишь, женская коллекция. Где это написано? Я эти трусы не хотел покупать, ты меня их уговорила купить. Ну да, потому что они очень милые. А чё ты оправдываешься? Тебе они понравились, ты их трогал долго. Ну да, но они женские. А где написано Girlie Collection? А, вижу. Girlie Collection. Реально! Написано Girlie Collection. Да, и тут на жопе написано Girlie Collection тоже. Ну я как бы не против, если они станут моими. А ещё у меня есть тапочки. Я их взяла, потому что снизу здесь как бы щёточки, как швабра вот. Ну, знаете, вот ты ходишь в тапочках по дому и создаёшь впечатление, делаешь вид, будто бы ты убираешься. Я вот сейчас... Ой, это я не пукнула. Это у меня стул подвинулся. Я вот... Да что ж такое? Это уже стол подвинулся. Я ей-богу не пиржу, пока снимаю видео, честно. Да Лёша! Да Лёша! Почему это не должно быть смешно для нас уже? Не смешно, это ты смеёшься. Я вот в таких же по дому хожу, только здесь альпак, ну, морда альпаки, и они уже очень грязные, я в них уже, как вы понимаете, убралась в квартире. Теперь у меня ещё есть точно такие же, только уже с Пикачу. Взяла с Пикачу, потому что были только с Пикачу, но ещё и для того, чтобы Лёша меня любил хотя бы примерно, как он любит Пикачу, потому что Пикачу он обожает. Ой! А это я себе брала! Ой! Да, как красиво! Заметила, да, когда мужские носки серые, чёрные и синие, женские, всех цветов и прикольные? Ну да, заметила. Ну хочешь, хочешь, это я себе... На большой палец? Ну хотя бы на него. О! Ой, ёхарный бабай, я сейчас чуть не выронила! Я ж так хотел открыть, не мог уже, дай, пожалуйста, мне рассказывай, и мне, дай, пожалуйста, и поставлю. Это моя фигурка! Это светильник, ночник. Да. Ой, нихрена не видно. Ну типа он светится, но непонятно, светится он или нам кажется. О! Это я купила очень много масок, они все с лицами покемонов. Ну вот это, понятное дело, да, кто это? То есть даже если я её надену, ничего не изменится, вероятно. А это я взяла себе вот... Как и всё вообще здесь? Это я вот взяла кошелёк. Кошелёк Слоупок. Потому что я думаю, что я похожа на Слоупока тоже. Я настолько Слоупок, что поняла, что я Слоупок только спустя 20 лет своей жизни. Вот. И купила себе... Он типа как для мелочи, я так понимаю. Но я опять же настолько Слоупок, что даже не подумала о том, что у меня никогда вообще не бывает мелочи. И вообще купюр. Если хотите меня ограбить, воруйте карточки. Зачем мне кошелёк, тогда я не знаю. И это... Очень хорошо, что я купила эту вещь, потому что вместе с приколом с зеркалами, которые я привожу из разных стран, у меня есть прикол привозить из разных стран кружки и эти... Тумблеры из Старбакса. В разных странах они с разными рисуночками и с разными надписями. Вот здесь Джапан. Прикольно, да? Где-то у меня ещё есть из Берлина такая кружка, но я её уже очень давно не видела. Возможно, кто-то её разбил. Либо кто-то из котов, либо кто-то я. Ещё. Ой. Это маска для глаз, для сна, с ароматом розы. И эта штука разогревается до 40 градусов. Видимо, это что-то... Ну, какое-то крутое действие. Я не пробовала. Пробовать боюсь, но попробую. Ой. Это липучки для рта, чтобы закрывать рот тем, кто храпит. У меня таких пока нет. Ну, ладно, есть. Но ты храпишь с закрытым ртом, поэтому, Лёш, я не знаю. Я храплю иногда. Иногда. И только с закрытым ртом, поэтому тебе это не поможет. И мне в первую очередь тоже. Какие хорошенькие... Ластики с Hello Kitty я купила ещё зачем-то. Я ничего стирать уже не буду, мне кажется, никогда в жизни, но только если пойду учиться всё-таки куда-нибудь, когда-нибудь. Вот это я ненормальная, конечно, прикольно. Но я их купила по-любому даже не из-за Hello Kitty, а из-за того, что здесь вкусняшки есть. Голых мужиков с собой привезла из Японии. Сумоисты. Это магниты. Ой, слушайте, я прям, да, опять так много магнитов одинаковых набрала. Как будто, правда, у меня много родственников и друзей. Ой, а нахрена? У меня же уже есть. Это я ещё взяла кусачки для ножных ногтей опять с гейшей. Ну, короче, у меня то Hello Kitty будет откусывать ногти на ногах, то гейша. Вот такая вот я интересно живу. Ой. Это последнее. Это последнее. Какая-то хрень причём. Это коробочки. И внутри этих коробочек вот такие вот существа. Они могут попасться совершенно разные. Они нахрен не нужны, но они просто очень милые и светятся в темноте. А у меня в детстве такие были игрушки, которые светились в темноте. Я, кстати, потом узнала, что вот эта вот флуористентная штука, она вызывает рак. Вот. Очень испугалась, но всё же купила в Японии себе светящихся штук. Вот. Чтобы подвергнуть себя опасности лишний раз. Прикольно. Я безмозглая. О, он большой, да. Ой, он как куколка Лол запакован. Какой он качественный. Он какает? Он... Чё? Он как будто какает, да? Ну, я не знаю, какает он или нет, а вот он так. Хе-хе-хе-хе. Какой хороший. Сидит. Ой. Теперь вот этот вот. Надеюсь, он будет не в таком страшном положении. С ручьем. О, это я. Он сидит в шапочке и у него кружечка в ручках. Светится, кстати, пипец как. И пипец как долго, и пипец как сильно. Наконец-то мы закончили. Я с радостью и с огромным облегчением могу объявить вам о конкурсе. Я разыграю вот эти две штуки. Вот эти четыре маски с покемонами. Вот этого голого мужика на магните. Все эти конфеты с тапиокой. Бальзамчик с персиком. Анигири с колечком. С лососем. Брелочек с Hello Kitty с надписью Tokyo. И лучшую жвачку в моей жизни. И положу все это, уже положила, в самый красивый в моей жизни пакет. А для того, чтобы это получить, нужно быть подписанным на мой канал, сделать репост записи, ссылка на которую будет в описании, и подождать неделю. Потому что через неделю с помощью генератора случайных чисел я определю одного победителя, к которому это все отправлю. Если хоть один человек досмотрел это видео до конца. Я вас всех безумно люблю. Безумно благодарю вас за то, что вас уже 4 миллиона. Обожаю, обнимаю, целую. И всем пока-пока.